Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Спасибо тем, кто подписывается, оставляет свои комментарии, ставит лайки. Самвел поднимается по лестнице и идет к маме. Она открывает двери. Только что вернулась из магазина. Ходила она туда без Зины, а сумки ей помог поднять на пятый этаж Дима. Ходила она в магазине не в своей шубке, а в курточке. Выглядит она так намного лучше. Эта шуба ей вообще не идет. Неужели, когда она ее покупала, она сама этого не видела? Или так хотелось обновки именно в виде шубы, что согласилась на любую, которую ей предложили? Ну да, когда они ехали в этот магазин, она говорила, что хочет только норку. Но не каракуль никак. Дальше все пошло не по плану. Визит в магазин закончился именно каракулем. Лучше бы ходила вот в курточках, которые ей помогла купить Олеся. Когда она была на западной, они вместе пошли в магазин и купили ей всякой разной одежки. Ведь у нее нормальный был гардероб. Севка ей тогда оставил 20 тысяч. И они с Олези на все эти деньги купили ей всякой разной одежды. Вот эта футболка, в которой она сейчас стоит, вот тоже, кажется, была куплена в то же самое время. Нет же, ей обязательно понадобилась эта шуба, в которой она выглядит, мягко говоря, странно. Самвел помог занести маме сумки. Я уже не удивляюсь тому, что они ставят сумки на землю. Потом эти сумки стояли в подъезде. Теперь он их занес и поставил на кухонный стол. У Сытников и Коля и Самвел делают то же самое. И я ни разу не слышала, чтобы Света по этому поводу возразила. Ну, хоть бы раз сказала. Ребята, что вы делаете? Скатерть чистая. Мы же за ней едим. Но зачем ставить грязные пакеты на стол? На улице, значит, вы ставите пакеты на землю, а когда заходите в дом, не можете поставить их на пол, вытащить из них продукты и поставить на стол, а пакеты выбросить. Но зачем вы все пачкаете? Представляете, сколько там всякого мусора, грязи и прочей бяки нацеплялось на эти пакеты. Теперь вы это все поставили на стол. Сейчас мы будем садиться ужинать и приятного аппетита. Это все равно, что мы едим с земли. Нет, она упорно молчит. Такое ощущение, что либо не обращает внимания, либо просто не хочет с ними связываться. Даже не знаю, что подумать по этому поводу. Мне кажется, сказать она могла бы. Ведь когда ты, видишь, как мне приезжала и ложила клюку свою на стол, они терпели, терпели, но потом Самвелу без камеры потихоньку сказали. Самвел, пусть твоя мама не кладет ее на стол. Она у нее пыльная, грязная. Скорее всего, Света не обращает на это внимания, где эти пакеты и сумки стояли до того, как они попали к ней на стол. ТВ пришла с сумкой, которую зрители посчитали сумкой Зины. Они собирались идти в магазин. Зина, зная, что ей придется тащить полную сумку обратно, вынесла ее пустую сумку. Свою она, естественно, не брала, потому что там и так придется продуктов бабе Тане купить. Ой-ой-ой. Положила на лавочку, сама пошла выбрасывать мусор. Баба Таня села на лавочку напротив своей сумки. Потом, видимо, решила проверить, может быть, взяла кошелек или нет. Ну, в общем, она решила в нее заглянуть, в эту сумку. И в это время подошел Самвел. И многие зрители подумали, что раз ты сидела на противоположной лавочке, эта сумка была Зины. И вот она зачем-то полезла к Зине в сумку, пока та отсутствовала. Нет, это ее сумка. Она с ней всегда ходит в магазин. К Зине брать свою сумку, как я уже сказала, смысла нет. Потому что из магазина она идет навьюченная, как верблюдеца тем, что купит себе баба Таня. Ведь они шли в дальний магазин за зеленью. А если баба Таня туда идет, она старается купить побольше, чтобы часто туда не бегать. Хотя для нее это сейчас не проблема. После того, как я увидела, она бегала по комнате, она реально бежала. Так что она может в этот магазин не просто ходить, а бегать. Я не могу понять, почему она не ходит дома в теплых штанах. Но на улицу она ведь ходит именно в них. Она же их надевает. И ведь уходит она из дома на несколько часов. И не обсыкается. Вот сейчас она пришла с улицы и говорит Самвелу, ой, я так хочу в туалет, прям терпения нет. Никаких проблем со снятием штанов у нее не возникает. Ну а если и возникло, ну какая разница, сколько штанов стирать, одни или трое. Да и сомнительно, что она будет себя утруждать этой стиркой. Тогда тем более могла бы надевать что-то теплое и ходить в доме. А она носит тоненькие платья летние. Еще и носки не одевает. Так насколько я поняла, она их не надевает, даже идя на улицу. Стояла она в коридоре, снимала сапоги, а на ногах носков нет. Но даже если предположить, они у нее снялись и остались в сапогах. Но все равно хотя бы кусочек носка-то можно было бы увидеть. Он же вылез бы. Она, получается, просто надела сапоги и без всяких там носков. На игрень в декабре поехала. Так же в сапогах без колготок. Носки, опять же таки, можно же было надеть. Но она даже этого не сделала. Там обалдели все. Вы что, босиком приехали? Да, сказала баба Таня. Она наверняка рассчитывала, что Света ей снова подарит какие-нибудь носочки. Хотя ей прислали больше двадцати. Бар. Она где-то пару штук из них надела и все. И опять влезла в свои старые. А новые куда дело? Ну, скорее всего, отдала Ире, когда они приезжали к ней на день рождения. Она ведь заранее по телефону предупреждала. У меня опять целая куча одежды накопилась. Я вам это все отдам. Ну, скорее всего, носки попали в тот список. Зачем им это все, если они могут себе купить сами без проблем? Они тоже странные. Могли бы категорично сказать, нам это не нужно, ничего не давай. У нас полно носков. Если нам надо будет, мы пойдем и купим. Тебе прислали, значит, люди видят, что тебе они нужны. Носи сама. Нет. Они берут. Приехать, чтобы ее просто навестить, пообщаться, помочь что-то убрать в квартире, они не хотят. Если Ира от случая к случаю хотя бы нет-нет до приезжает, внучки вообще носа не показывают. Они, по-моему, и не звонят ей. Да им просто не о чем с ней разговаривать. А позвонить и узнать, как она поживает, им тоже не интересно. А потом на камеру криком доказывают, какие у них хорошие отношения, какая у них дружная семья. Ну да, это так заметно. Прошертил самую сумку с продуктами, ничего секретного и интересного не обнаружил. Все мамка купила то, что ей можно. Поорать и покомандовать не получится. Хотя было бы желание. А оно у него как раз таки и было. Покомандовать. Мать пришла из магазина. Он опять решил ее погонять. Опять маршировка. И она не возмущается, что устала. Она же отдышаться не успела. Раба подневольная. На пятый этаж залезла. Что вилят, то и будет делать. Сам Вилл же сказал за столом. У нее же на дне рождения. Актрисы крепостные делают то, что я им велел. Когда Надя с Мариной стали ругаться, не стесняясь. Он им прям в лицо так и сказал. Ну это же мои крепостные актрисы. А когда после дня рождения Ира сказала. Вот все, что там происходило, это ведь было дело твоих рук. Я так и поняла, что это все было так задумано тобой ради контента. Поэтому я не стала вмешиваться. И он стал отмазываться. Говорит, нет, я здесь ни при чем. Ты должна была вмешаться. Они это сами затеяли. Поэтому останавливать я их не собирался. Опять путается в показаниях. Либо сами, либо крепостные. Мамка тоже крепостная. Поэтому и выполняет все, что он велит. Беспрекословно. Я представила ли, если бы я своей дедушке или бабушке указывала, как им ходить. Они бы меня не поняли. Сказали бы, ну как получается, так и ходим. Я себе сказала, давайте вот так маршируйте. Руки в сторону, руки вверх. Ногу одну подняли, ногу вторую подняли. Вот такой ерундой они заниматься не стали бы. Ровно они ходят. Или как утки ковыляют. Это их личное дело. Как удобно, так и шагают. То, что сам Велос заставляет ее маршировать, это ведь бесполезно. Для ее походки ничего не изменится. Она все равно будет ходить так, как она ходит. Единственная польза это то, что она не лежит, а шевелится. Ну хоть какой-то движняк. Лучше бы он занялся своей странной походкой. А то идет, как пишет, а почерк-то. И ведь не переучивается. Себя он не видит, с собой он заниматься не хочет. Он весь сосредоточен на своей маменьке. Походила баба Таня и захотела кушать. Вот сто процентов после ночного марша она перекусила. В общем-то она теперь и не скрывает. Она честно говорит, что вот поем я в шесть часов вечера. И до утра, сынок, не выдерживаю. И она думала, если она будет делать перекусы, вот той едой, которую ей можно, сахар не поднимется. Несколько раз попробовала, убедилась. Нет, это не так. Сахар повышается, будто она ела запрещенку. Я так и не поняла прикола, почему он ей запретил есть три раза в день. Хочет таким образом сэкономить на продуктах? Слишком много мать жрет? Они ведь сырой постоянно ее в этом упрекают, что она слишком много съедает. Дракон! Они почему-то сами решают худеть им или толстеть, в какое время они будут есть или пить. А у матери такого права нет. Она должна делать то, что им хочется. Если они на диете, значит и она должна садиться на диету. Севке тоже не мешало бы начать двигаться. Вес он сбросил, а мышцы-то слабые. Но если он считает, что так полезны физические нагрузки, почему же он не ходит в спортзал? Ну ладно даже. Пусть хотя бы дома начал заниматься, выполнять какие-то упражнения, если у него нет времени или желания заниматься в специально отведенном для этого месте, на глазах у посторонних людей. Нашел бы видео с небольшой тренировкой, минуток на 15-20 и занимался бы каждый день. Он бы удивился, насколько почувствовал бы себя лучше и изменился внешне. А ведь это тоже лень. Пешком он практически не ходит, он постоянно передвигается на машине. Единственная нагрузка – это когда он в театре. И то, не все роли у него подвижны, и это не те движения. Выполнять физические упражнения, считая там, сколько раз ты присел, сколько раз ты сделал наклонов, сколько ты сделал подходов. Это одно дело. А когда моешь полы, вроде бы приседаешь, наклоняешься там или крутишься на кухне, это же совсем другое дело. Некоторые женщины говорят, ой, я так много двигаюсь по дому, вот мне нужно положить в стиральную машинку белье, я наклоняюсь, вот видишь, уже наклон. Надо достать какую-то тарелку из ящика, вот я уже и потянулась. И вот такая тренировка у меня целый день. Это не тренировка. То, что один раз наклонилась, один раз потянулась, на третий раз присела, это же ерунда. Однажды у меня такой разговор зашел с родственницей, и я предложила ей поприседать, сделать наклон, хотя бы по 10 раз каждый. Но, конечно, она не смогла это сделать. Если человек занимается постоянно, он уже включается в этот ритм, и проблем с тренировками нет. Но стоит только пропустить, вот Диана рассказывала, там месяц или два не позанималась, и говорит, ой, мне уже сложно было начинать именно с той тренировки, к которой я привыкла. Тело, мышцы отвыкли. Уже чувствуется, что сложно вливаться в эту струю. Поставила ТВ слуховые аппараты, стала жаловаться Самвелу, что после чистки ушей, она у себя там что-то выковырнула, что-то черное. Ну, после его трансляции в ТикТок, понятно, что это было за черное. Черное повредили ей ухо. Но Самвел пока еще этого не знает, говорит, ну, а что ты удивляешься, мама? Вот такая грязь у тебя в ушах. По-дурному и голодному обосраться недолго. Даже этого люди не умеют делать. Теперь, если он будет заставлять ее чистить уши, она будет отмахиваться и говорит, так, не буду больше чистить. От этой чистки вреда больше, чем пользы. Не может она никак овладеть этой сложной наукой надевать слуховые аппараты. Нацепила его сикись-накись. Сидит довольная, управилась. Севка говорит, иди к зеркалу, посмотри, правильно поставила или нет. И она стала жаловаться. Та зрение ж, сынок, совсем плохое. Не могу вот этот аппарат собрать. Вот выскочит, и я потом эту трубочку, эту дырочку никак не могу вставить. Вот если бы кто-то держал лупу, тогда бы она увидела. А в очках она не видит. Севка говорит, ну, тогда зови Надю, она будет тебе эту лупу держать. Севке уже снимать нечего. Он не знает, каким образом уговорить мать, чтобы Надя приехала еще раз. А та категорически против. Та! У меня Зина рядом живет. В случае чего она поможет. Зина без очков хорошо видит. Она их надевает в редких случаях. Вот когда, например, нужно выщипать мне волосы на подбородке. У бабы Тани, как у старика Хатабыча, трах-тибедах-тибедах-тибедок, сказал старик Хатабыч, и Гарем остался доволен. У бабы Тани трое детей. Ладно, этих живет далеко, в другой стране. Но двое детей живут рядом, а она обращается к чужим людям. Дима сумки носит, Зина бороду щиплет. Это помимо всей остальной работы, которую Зина выполняет. Надя приезжает, постель меняет, полы моет, еду варит. Все делают чужие люди. Вчера зрительница, Марина, кажется, ее зовут, написала, а почему бабки должны все прислуживать, если она не лежачая? Так-то она так, но если люди сами лезут со своей помощью, почему она будет отказываться на жироба подневольная? Раз предлагают, все, значит, она будет соглашаться. К тому же, есть такая работа, она несложная, но она ее сделать сама не в состоянии. Вот, например, выщипать эти волосы на бороденке своей. Она не видит эти волосы, элементарно. У нас соседка была, вот прям на бороде, кустиками росли волосы. Густая борода была, длинная. Она жила одна, ухаживать было некому. Дети умерли раньше нее, и так она и ходила до самой смерти с бородой. Сама, видимо, я не знаю, почему не обращала на это внимание. Можно было, ну, хотя бы там, не знаю, побрить, подстричь, ну, хоть что-то сделать. Нет, она реально, представляете, вот так вот идешь, и навстречу тебе идет бабушка, и с конкретно такой длинной, густой бородой. Обалдеть, старость не в радость. Боже мой, спаси, сохрани, помилуй. Вот таким вот был мой обзор, на этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр, надолго не прощаюсь с вами. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok